Одновременное достижение всех тех многих целей, которые ставит указ президента, в принципе, маловероятно. На чем будет строиться новая экономическая модель? Я бы не сказал, что это новая экономическая модель, потому что когда меняется модель, то меняется все. Условно говоря, была рыночная модель, стала планово-распределительной, то есть капиталистическую на социалистическую. Или модель монетарную меняют на модель консианскую. Здесь я все-таки так понимаю решение и президента, и правительства, что будет частичная смена парадигмы экономической модели. У нас все-таки сейчас экономика настроена больше на спрос сырьевых товаров. У нас 80% экспорта, ну, по крайней мере, два года-полтора года назад составляли именно сырьевые товары. Это помимо углеводорода, нефть, газ, это там дерево, пшеница, металлы, золото, алмазы. Новая экономическая модель, которую предполагает указ президента, будет строиться прежде всего на росте инвестиций и высокой доли инвестиций в ОВП. При этом высокие инвестиции не должны, по указу президента, сочетаться с ростом импорта. Импорт, наоборот, предполагается снизить в 2030 году до 17% ОВП, это процентов на 20 меньше, чем сейчас, до 2022 года. Такие некие противоречия, они есть в этом указе, и в большей степени он ориентирован скорее на пожелание к тому, что и чего должно пытаться добиться правительство на горизонте ближайших семей, даже более 13 лет. Мы считаем, что одновременное достижение всех тех многих целей, которые ставит указ президента, в принципе, маловероятно. Сейчас мы просто сталкиваемся с двумя факторами. Первый – это потребность рабочей силы и демографическая яма. То есть то, о чем ранее говорили, что есть необходимость инвестиций в промышленность, повышение производства, да, сейчас стало просто жизненно необходимым фактором для развития экономики. Если мы будем видеть более высокий рост инвестиций в капиталовооруженность, то и рост ОВП будет происходить. И тогда уже можно говорить про четвертое место в экономике. Ну, не стоит забывать, что наши темпы экономического роста, они сейчас только вышли на уровень среднего мирового. Для того, чтобы экономика росла на 3-4%, нам нужно при отрицательной демографии поддерживать рост на душу населения 5%, причем надо поддерживать не разово, а постоянно. А это уже более сложная и тяжелая задача, которую предстоит решать новому правительству. Какие секторы экономики станут локомотивами роста? Превалирующими во время трансформации, как правило, бывает именно обрабатывающие промышленности и те сектора, которые высокотехнологичны, чтобы создать суверенную технологическую продукцию. То есть создавать продукцию, которая бы обеспечивала бы национальную безопасность, это оборонный сектор, включая машиностроение, обработку. Продовольственную безопасность – это локализация основных продуктовых товаров на территории России до 80-85%. И экономическую безопасность – это тоже машиностроение, атомная промышленность. То есть локализовать здесь по возможности до 80-85%, чтобы создавалось на территории России. Ну и в принципе должны работать и другие базовые отрасли. Это строительство, транспорт – особая роль, потому что перевозка грузов. Ну и, наверное, связь и сельское хозяйство. У России давно уже назрела необходимость развивать иные, отличные от нефтегазового сектора отрасли экономики. В первую очередь, я думаю, как бы это хайпово ни звучало, это развитие технологий на базе искусственного интеллекта. И сейчас все наши лидеры в этой области усиленными темпами инвестируют и пытаются применить искусственный интеллект в различных областях нашей жизни. Я думаю, что в первую очередь будет направлено внимание государству сюда. Это и создание определенных и баз учета, и управленческих технологий, и вплоть до беспилотного управления сельскохозяйственной техникой, какого-либо пассажирского транспорта. Тарифные сектора экономики, коммунальный сектор, должны получить толчок в самом развитии за счет того, что государство будет устанавливать довольно приличную доходность на капитал. В нулевые годы вообще наблюдались точечные банкротства в коммунальном секторе, в основном были маленькие компании, обеспечивающие тепло населения. Сейчас это в основном уже крупные компании, теплогенерирующие, которые объединяют множество электростанций. И также это касается, например, электросетевого комплекса и «Газпрома». И все они, естественно, должны оказаться, условно говоря, в поворе, потому что коммунальные тарифы будут индексировать быстрее, чем это наблюдалось в последние годы. Возрастут ли расходы бюджета при переходе на новую экономическую модель? Потребуются совершенно новые расходы, причем не только с точки зрения создания продукции. Это, конечно, важное, но это не главное. Главное, чтобы работала экономика знаний. Для этого нужно значительно увеличить вложения в человеческий капитал. Это в первую очередь в здравоохранение, в образование, в науку, в составление культурного, странового и мирового кода. А с точки зрения инфляции, ну, наверное, повышенный бюджетный импульс сможет дать какой-то один, может, полтора процента роста инфляции. Но если положить на весы технологическое перевооружение и рост инфляции на один-полтора процента, то, конечно, технологическая база передавит. И потом это будет временная инфляция. Потом рынок обязательно найдет равновесие спроса и предложения. Рост бюджетных расходов, он уже происходит. Правда, это в основном связано не с гражданскими секторами, а с закрытой частью бюджета. Но вот, как президент предполагает, что и гражданские сектора должны получить некоторую поддержку со стороны бюджета. То есть это вряд ли сможет достигнуть цели по 4% инфляции в воздревом будущем. Несмотря на то, что Центральный банк постулирует, что уже в 2025 году она будет достигнута. Естественно, что множественные дополнительные социальные затраты, которые будет осуществлять государство, они приведут, во-первых, к росту налогообложения, во-вторых, к некоторому дополнительному перевериву экономики. И это, конечно, проинфляционный фактор. Как изменится налоговая система? В президентском указе ничего не сказано по поводу налогообложений. Но мы видим, что уже идут активные обсуждения по изменению предельной ставки налога на доходы физических лиц и ставки налога на прибыль. Поэтому очевидно, что кому-то придется заплатить за рост федеральных расходов. И, скорее всего, это будут, конечно, налогоплательщики, а не только те, кто одалживает деньги государству. Вместе с тем, если проводить бюджетную политику по наращиванию расходов неосмотрительно, как, например, делают Соединенные Штаты, это может привести к нестабильности финансовой бюджетной системы через несколько лет. И поэтому, скорее всего, государство будет использовать различные источники для покрытия роста расходов, в том числе налоговые. Изменится налоговое обложение, налогообложение, причем и экономических агентов, то есть бизнеса, и людей, то есть НДФЛ, налоги на заработную плату. Это совершенно точно. Я не думаю, что это будет какое-то фундаментальное космическое изменение. И если оно коснется серьезно, то серьезно она коснется или высокодоходных предприятий, которые имеют высокую прибыль, причем в основном рентную прибыль, а это, как правило, добывающие производства, которые не за счет инновационной деятельности создают свою прибыль зачастую, а за счет ценовой конъюнктуры рынка. И будет, наверное, высокое налогообложение на людей, которые имеют, соответственно, высокие доходы. Я думаю, низкодоходные группы и даже средние группы особо не пострадают людей. Как переход на новую экономическую модель повлияет на рубль? Все будет зависеть от соотношения так называемого счета текущих операций в платежном балансе. То есть какое будет соотношение у нас экспорта и импорта? Что будет превалировать? Если будет превалировать экспорт, нам удастся создавать продукцию, которая будет уходить в большом количестве на экспорт, то, естественно, рубль будет укрепляться. Если у нас будет превалировать импортная составляющая, пока мы не создадим какое-то импортозамещение, то рубль будет падать. Но, в принципе, вяло текущее снижение рубля, наверное, в 2024 и 2025 году будет. Я думаю, что до конца года рубль может уйти туда, в сторону 100. Но, может быть, эту красную черту он не перейдет, потому что для людей, даже не имеющих валютных сбережений, 100 рублей за доллар или что рубль равен одному центу, это красная линия. И я думаю, Центральный банк, Минфин и правительство, скорее всего, что эту красную линию не перейдет. Но, скорее всего, приблизится к ней. Государства, экспортеры и импортеры, они все заинтересованы, в принципе, в средней стоимости рубля. Я всегда, вот в районе 95 рублей за доллар, цен, цифра, которая всех устраивает. Безусловно, с ростом инфляции, рубль физически не может остаться на месте. Я думаю, что если ставка не начнет снижаться, а она не начнет снижаться до конца года, то может рубль вплотную приблизиться к 100, ну, там, скажем, на уровне 97-98. Дальнейшие колебания курса прогнозировать очень сложно. Прямой связи с валютным курсом новоэкономическая модель не имеет, по той причине, что быстрый технологический рост в текущих условиях вряд ли возможен. Поэтому эта экономическая модель описывает, скорее, гипотетическое будущее, к которому стоит стремиться, нежели то будущее, которое мы получим на горизонте ближайших семи лет. Вместе с тем, рост технологий предполагает, что и государственные затраты возрастут, и инфляция, конечно, будет несколько выше, чем 4%. Это негатив для рубля, но не очень существенный. В данном случае речь не идет об инфляционной и девалюционной спирали, просто курс будет немного слабее, чем могло быть в противном случае. Связаны ли персональные изменения в правительстве с новой моделью экономики? Я бы не делал таких заключений по поводу перехода на эту новую парадигму экономическую и смену правительства. Во-первых, смена правительства прошла достаточно мягко. И пришли именно те люди, которые компетентны в перестройке этой модели и с новыми знаниями, с новым мышлением. Я такой корреляции особо не вижу. Смена модели, и для этого нужно абсолютно новых людей. У нас все-таки в правительстве работают достаточно компетентные люди, которые имеют богатый опыт, причем богатый опыт работы не только в тучные годы, но и в кризисные годы. В целом, их сложно назвать радикальными. Конечно, было несколько удивительно, что господин Головусов теперь стал стать министром обороны. Вместе с тем, это может привести к тому, что оборонный бюджет, наоборот, будет более рационален и более эффективен, более эффективен использовать те рубли, которые собирает государство. В плане других назначений пока сложно сказать, что какие-то радикальные изменения могут произойти, поэтому, скорее всего, есть полная преемственность с тем, что делалось ранее, и экономика, и бюджет будут эволюционировать по обычным темам.